Всем привет! Я все никак не выздоровлю, но несмотря на это не хочется сидеть сложа руки. Вчера весь день провалялась и, если честно, мне стало только хуже, поэтому сегодня я хочу хотя бы порисовать бумажные сюрпризы, поснимать для вас что там. В прошлом влоге, кстати, я вам показывала машину, которую я выбрала. И, в общем, после того, как мы пошли к мастеру, мастер сказал недочеты, которые нужно исправить. Хозяин машины сказал, что я их исправлю и вам перезвоню. И, в общем, мы ему позвонили, он сказал, что нет, я еще не исправил, у мастера не было времени, я вам перезвоню, как только все эти недочеты исправлю. И мы сказали, окей, и вот он уже два дня почему-то не звонит. И, если честно, я начинаю нервничать, я боюсь, что он передумал продавать машину. Уже неохота опять что-то искать, додумывать и так далее. Я попросила брата позвонить ему, но брат говорит, что нельзя показывать свою сильную заинтересованность. И тут я, наверное, с ним согласна. Потому что, когда я покупала квартиру, была квартира, которая мне очень-очень понравилась. И она стоила 62 тысячи. После того, как они увидели, что я очень сильно заинтересована в этой квартире, они сказали, что они передумали и теперь хотят продать эту квартиру не за 62, а за 65. Естественно, эту квартиру я покупать не стала. Если бы изначально я услышала 65, я бы, наверное, ее взяла. Но так как после моей заинтересованности цену немножко подняли, возможно, не только я, но и были другие клиенты, которые хотели приобрести эту недвижимость. И они подняли цену. После этого я поняла, что сильно свою заинтересованность показывать нельзя. Но в то же самое время я реально влюбилась в эту машину. Мне очень нравится этот салон. И я боюсь, что хозяин машины просто передумает ее продавать. Потому что я почувствовала это, когда у мастера была машина. И ему сказали, что там свечи надо поменять. И он такой говорит, ну в любом случае давайте сейчас поменяем. Говорит, я продам или нет. В любом случае мне это нужно менять. То есть человек не на 100% прям хотел продавать машину. Я это почувствовала. Я это заметила. Поэтому я прям на нервах. Думаю, блин, если ты сейчас передумаешь, у меня будет инфаркт просто. В последнее время использую лишь вот этот тональный от Enough. Вот им пептидов. Я, кстати, еще сегодня заказала себе коллаген. Чуть позже привезут. Я вам покажу. Обалденные просто тональные. В общем, влюбилась в корейскую косметику. Если вы не пробовали, обязательно попробуйте. А еще мне уже пора делать коррекцию. Вот эта форма очень крутая. Здесь еще тон у меня на ногте. В общем, все проносилось отлично. Но уже пора делать коррекцию. Сегодня еще, кстати, приезжает мама. Поэтому я быстренько загоняла в магазин. И хочу вам показать, сколько всего я купила на 19 монат. Получается. Вот такие десертики мои любимые к чаю. К сожалению, не было Биг Бона, поэтому вынуждена была взять Роллтон. Взяла сливочный сыр. Вот такой вот от Милла. Очень мне захотелось Несквик. Естественно, к Несквику взяла молочко. Это мой чек. Хлеб уже взяла такой нарезанный. Черный. Сырочек от Милка. Впервые, кстати, вижу. Попробуем. Три сосисочки. Напиток вот такой с клубничкой. И, естественно, моя слабость это жвачки. Вообще, посмотрите, сколько у меня жвачек дома. Еще в сумках у меня лежат. Вообще, я очень щепетильно отношусь к запаху изо рта. Не знаю, как у вас, у меня утром всегда такой неприятный запах. Или если я не покушала. Поэтому я всегда стараюсь жевать жвачки. Сейчас спустилась, забрала. Смотрите, как классно упакована такая сумочка. И внутри здесь бок с косметикой. Выглядит все невероятно красиво. Здесь даже розовые такие штучки. Вот так вот открывается. И посмотрите, сколько всего здесь интересного. В последнее время я просто влюбилась в корейскую косметику. Не только я, еще и дурачок. Вы знаете, что я на постоянной основе пользуюсь тональным корейским. Еще решила взять коллаген в 13 оттенке. Вы знаете, девчонки, очень много подделок. Везде у нас в Баку продают. И очень сложно найти хороший магазин, где действительно оригинальная косметика. Так вот, этот магазин я вам смело могу советовать. Потому что продукция здесь исключительно оригинальная. Вы можете просто не сомневаться, смело покупать. Особенно на этот коллаген очень много везде подделок. В процессе использования всего этого я вам буду говорить о своем мнении. Там во влогах буду пользоваться, показывать вам, рассказывать. Тут даже мне шоколадочку положили. Как это мило. Красота просто. Масочки. Давно хотела попробовать эти маски. Попробую обязательно. Ты куда ты лезешь? Вот куда он лезет? Я понять не могу. Ему настолько понравился аромат. Здесь реально такой аромат. Очень приятный. Две такие масочки. Их обязательно попробую. Может даже сегодня. Здесь гель для умывания, насколько я знаю. В общем, все-все. Будем тестировать. Пробовать. Обязательно ссылочку на этот магазин я вам оставлю. Если вы живете в Баку и хотите покупать оригинальную корейскую косметику по очень выгодным ценам, то обязательно переходите в описании под видео. Переходите по ссылке и подписывайтесь. Еще у них такое классное оформление. Если вы хотите там подружке сделать подарок или возможно свои девушки. Хотя в основном меня смотрят все-таки девочки. Мне кажется, будет очень приятно получить подобный подарок в таком оформлении. Поэтому обязательно заказывайте. А я в свою очередь постепенно буду всем этим пользоваться и делиться с вами своими впечатлениями. Вы просто посмотрите на эту погоду. Резко вот так вот стало. Прикиньте? Вообще ничего не видно. На соседнее здание. Как будто какой-то фильм. Silent Hill. Кто смотрел, вот там такая же была погода. Еще плюс ужасы происходили. Но красиво, согласитесь? Как-то необычненько. Так резко грусть. Так как сегодня я особо в банке снимать не буду. Я сейчас смыла макияж. И хочу сегодня попробовать вот эту маску с манго. Умывалку, кстати, тоже пробовала из этого набора. Сейчас мне очень она понравилась. И еще хочу затестить вот эту масочку. Ну что, как я вам? Пахнет, конечно, обалденно масочка. Раньше покупала дофига всяких этих декоративных штучек. Там всякие хайлайтеры, румяна, которых у меня дофига. И они никак не заканчиваются. А теперь я решила больше покупать уходовых штучек. Всяких масочек, увлажнений, серумов. Возраст старее. Ну, очень приятное ощущение от этой масочки. И пахнет она просто обалденно. Ноготочки у меня конкретно отросли. Поэтому сейчас хочу сделать коррекцию. Мне уже неудобно с этой длиной. Если честно, цвет тоже поднадоел. Поэтому пора переделывать. Я вообще очень люблю этот процесс. Люблю сидеть, смотреть какой-то фильм. И параллельно делать себе ноготочки. У нас, кстати, до сих пор нету света в прихожей. Мы еще никак не разобрались с этим моментом. Но вот здесь я выделила себе ящик. Чисто для принадлежностей, для маникюрчика. Все это отсюда. О! А что, здесь свет есть? А что ты мне не сказала, что здесь свет есть? В общем, берем все принадлежности. И бегу делать ноготочки. Здесь у меня чисто цветные покрытия, дизайны. Надо, кстати, подумать, еще какой дизайн мы будем делать. Мои гель-лаки, мое добро. Обожаю это все. Каждый раз забываю купить пылесос. Хотя он продается недалеко от моего дома. Огромный выбор, стоит недорого. Я понимаю, что для здоровья надо купить. И каждый раз я забываю. И вот сейчас тоже вся пыль мне в лицо. Поэтому в следующий раз уже точно надо купить себе пылесос. Я сняла покрытие и просто удивлена. Посмотрите, какие длинные у меня ногти. Причем мои, это не нарощенные. Посмотрите, как круто. Но я, конечно, буду длину убирать, потому что такой длиной вообще неудобно. И, наверное, буду делать мягкий квадрат. Но длину точно убирать буду. Такие они очень неудобные. Хотя я смотрю, у блогеров, у девчонок настолько длинные ногти. Я просто не понимаю, как они с ними ходят. Я сделала ногти очень короткими. Но, несмотря на это, нанесла гель, чтобы укрепить. Так они получаются очень прочными. Вот такой вот результат у меня получился. Получилось очень красиво, нежно. Меня устраивает прямо на 100%. Но единственная проблема, я потратила, девочки, очень много времени. Три часа. Даже три с половиной часа. Это очень затратно по времени. Поэтому я даже думаю, в следующий раз, наверное, точно... Наверное, точно пойду в салон. Потому что ноги я вчера сделала в салоне педикюр. И мне сделали очень быстро, аккуратно, красиво. И стоит это все у нас копейки. Поэтому, скорее всего, буду ходить в салон. Ну, а результат, естественно, мне очень нравится. Получилось безумно нежно.